Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, братья и сёстры! В данном своём видео я собираюсь ответить в неочередной раз на ложь, которую старается распространить на весь земной шар, такая в кавычках личность, как Исмаил Шабанов. Человек без нации, человек без чести. Знаете, такие в кавычках личности, как я люблю называть таких персон, напоминают мне налепленные друг на друга маски. И если снять последнюю маску, то под ней окажется пустота. То есть у этих в кавычках личностей только обличие человека. А внутри ничего. Разве что летают ветры лжи, продажности, предательства, лицемерия, двуличия. Чтобы в неочередной раз не быть голословным, тем более те ролики, в которых я отвечал данному лицемеру, канули вместе с моим предыдущим каналом, я ознакомлю вас с новыми его фантазиями, которые он озвучил в интервью, которое он опять-таки дал. Как вы думаете, кому? Нет, не русским журналистам, не российским. Сейчас вы увидите. Он дал армянскому информационному сайту. Крайне интересно, когда человек, который строит из себя патриота талышского народа и в целом, в общем-то, Азербайджана, так как он заявляет, что его организация не выступает за распад Азербайджана, а только за то, чтобы талышам дали автономию, он дает это интервью. Кому вы думаете? Почему-то армянам. Почему-то именно из Армении вещал Латалыш ТВ и множество других, в кавычках, телевидений малых народов Азербайджана, к которому те выступающие на этих так называемых, в кавычках, каналах никакого отношения ее не имеют. Большинство из них оказывались почему-то армянами. Либо, как минимум, смешанными. Знаете, что меня еще интересует? Исмаил Шабанов, говоря об армянах, почему-то все время уходит от такой крайне важной темы армяно-мусульманская резня. Он, как, в кавычках, патриот талышского народа, видимо, является одним из тех, кто утверждает, что легендарнейший бобек являлся талышом. Ну, так вот, если это и правда, у меня есть вопрос к Исмаилу Шабанову. А кто предал бобека? Хотя, опять-таки, принадлежность бобека очень долгая история. В нем, так же, как в любом практически азербайджанце, перемешано множество народов и культур. Но убираем это. Кто его предал? Почему-то Исмаил Шабанов об этом ни разу не озвучил. Видимо, он не знает историю даже такой исторической личности, как бобек. Интересно. Ни разу, я повторюсь, он не посмел даже как-либо прокомментировать события 1905-1906 года. Их главное название. Не армяно-азербайджанская резня, армяно-мусульманская резня. Надеюсь, Исмаил Шабанов не будет отрицать, что толыши мусульмане. Или он уже и этот факт будет отрицать? В связи с этим у меня вопрос к Шабанову. Кого же резали армяне? Разве среди этих мусульман, по мнению Исмаила Шабанова, не было толышей? Обратите внимание, я не говорю о многочисленных толышах, которые бок о бок воевали вместе с азербайджанцами. Мне даже не приходится говорить об этом. Интересно, не так ли? Смотрите, что еще меня крайне заинтересовало. Нагорно-Карабахский вопрос должен решаться вместе с толышской проблемой. Подождите, Нагорный Карабах, если я не ошибаюсь, просит именно не автономии, а независимости. А Исмаил Шабанов, видимо, не видит разницы между автономией, о которой он тут говорит, и независимостью. или видит, но специально умалчивает. Нет, дорогие друзья, в так называемую автономию по-шабановски и мы не верим. Мы не верим в любую автономию, потому что мы уже встречались с данным фактом в этом же так называемом Нагорном Карабахе. Почему так называемом? Потому что я не люблю, когда Карабах делят. Карабах – это Карабах. Там нету Нагорного, не Нагорной части Карабаха. Это мое мнение. Впрочем, давайте опустимся ниже. Что же интересного еще здесь было озвучено? Что сейчас нового происходит в Талышском движении? Этот вопрос задал данный армянский информационный сайт Исмаилу Шабанову. И вот тут крайне интересно. Крайне интересно. Знаете, я бы не обратил бы внимания на его многочисленные высказывания, если бы не одно «но». Оказывается, в Европе так называемые Талыши типа Шабанова ведут свою особую деятельность. У нас есть правительство Талыш-Муганской автономной республики в эмиграции, которое возглавляет, обратите внимание, в Европе. В связи с этим я хочу напомнить европейцам, что, в общем-то, у европейских государств тоже есть многочисленные проблемы, связанные с сепаратизмом. Испания, Италия, Англия и даже в Германии есть отголоски данных проблем, которые периодически вспыхивают, приводя даже к жертвам. Не так ли? Ну, что можно сказать? Видимо, Европа периодически забывает об этом. И забывает тогда, когда ей выгодно. Единственное, чего европейцы не могут понять, к чему это может привести на территории самой уже Европы. Опускаемтесь ниже. Как Талышан в данный момент относится в Азербайджане? Знаете, вот здесь хоть незначительную часть правды все-таки Исмаил Шабанов сказал, он сказал, что между простыми людьми довольно теплые отношения. Подождите, то есть в целом на государственном уровне государство выступает против Талышей. Намек на это. Тихой сапой намекнуть на власть. Интересно. А в чем же азербайджанская власть зажимает Талышей? Объясните мне. Может быть в том, что в государственных структурах немало Талышей? в связи с этим он сразу как бы опережая мои слова заявляет, что сейчас во властных структурах не замечен ни один представитель Талышевского народа. но что можно сказать в связи с этим? Прежде всего он что проверял каждого и что кроме Талышей у нас не проживают другие народы? так представляете интересных представителей своего народа и мы примем их. Единственное, что не из круга вам подобных. Увы и ахнет, такие умники нам не нужны, для которых армянский коньяк слаще родной земли. Намного слаще. Значит, дальше данный автор Исмаил Шабанов в кавычках автор утверждает о том, что мол, ай-яй-яй в институтах Азербайджана нету то, скажем так, факультета талышского языка. Очень интересно. Очень интересно. А в России и что же есть факультеты языков, которые являются представителями именно общероссийского народа, чукчей, например, немцев, которых проживает немало, ассирийцев и так далее. Так называемых народных меньшинств. Навряд ли в российских институтах есть факультеты по всем языкам тех народов, которые проживают на территории России? Опять-таки, я не спорю, что если талышский язык все-таки не представлен среди языков, по которому нету ни одного факультета, да, это, возможно, крайне важный вопрос. вопрос, но так озвучьте его, не так ли? А молчать и сбежав из Азербайджана, потом любой ценой стараться унизить Азербайджан, это не способ. Это, наоборот, еще больше разжигания не очень хороших отношений к братскому, к часть, даже здесь не братска, здесь наша часть, к нашей части, к части нашего общества, к части нашего национальности, к части нашего народа. Вот такие, как вы, именно это и провоцируют, разжигают. Я не знаю, я не могу понять цель таких личностей, кроме продажности. Другой цели я не вижу. Но, видимо, закон 30 серебряников никто не отменял. Иуды все еще ходят по земле. Их следы, к сожалению, останутся в истории. Опускаем тесниже. Знаете, что меня обрадовало? Немножко обрадовало, что он уже не посмел говорить о школах на талышском языке. Крайне приятно. Но, вот, в дальнейшем ему задают вопрос, который еще больше заинтересовал меня. в чем же дело, спросите вы. Последние вопросы, которые были заданы ему, связаны именно с российско-азербайджанскими отношениями. И данные назовем так. Автор попытался как всегда хотя бы маломальски испортить отношения между Россией и Азербайджаном. Говоря о том, что в общем-то в Азербайджане выжимают русских и при этом делают основной нажим на близость с Турцией. Крайне интересно, не так ли? Знаете, данный автор словно бы опять-таки упускает, не замечает исторических фактов, которые, к сожалению, поспособствовали частично отчасти именно отчуждению Азербайджана от России. Это Ереванское ханство, которое было отрезано от Азербайджана. Это чего уж там греха таить. Резня 1918 года под включая 20-е годы. Это 1990 год 20-е января. Это событие в ход жалах, которым приложили руку определенные представители так называемого российского военного эстеблишмента тех лет. Данный список можно было бы продолжать и продолжать. Не так ли? Да, кстати, вот крайне интересная мысль озвучил данный в кавычках эксперт, заявив, якобы он не понимает, почему Азербайджан участвует в военных учениях с Турцией, которая является в общем-то союзником НАТО, и не участвует ни в каких учениях, которые проводит ОДКБ. А вот этот вопрос ему лучше было бы задать к его друзьям, представителям армянства. Они же буквально с пеной урта кричали, что не допустят Азербайджан даже как наблюдателя. Не как участника, увы, ах, нет, как наблюдателя. Интересно, знаете, что меня еще интересует? Когда данный автор заявил, мне, честно говоря, было это крайне смешно. Я тут еще не все вам зачитываю, потому что всю эту ересь, уж простите меня, я не в силах повторно зачитывать. Я зачитываю только основные аспекты, на которые у меня хватает терпения. И вот в связи с этим я хочу огласить одну очень важную составляющую, которую данный автор посмел озвучить. Он пишет, давайте прочтемте, вот отсюда, не стоит, так, одну секунду, подождите, не стоит также заблуждаться и обманываться, когда из Баку заявляют и о том, что в Азербайджане берегут русский язык в школах. На самом деле в Азербайджане 4443 школы, из них всего в 300 школах есть русский сектор. Подождите, а вот это крайне интересно. Во-первых, есть чисто русские школы, я даже скажу, автору удивлю, есть школы на еврейском языке, одна школа, где именно есть, скажем так, отдел, а в отношении русских есть целые школы, и кроме этого, авторы не смущают, что на территории России нету ни одной азербайджанской школы, ни одной талышской школы. Не смущает? И сколько меня интересует в Армении русских школ. Почему-то автор об этом ничего не говорит. При этом учтите, Азербайджан не является союзником России и не состоит ни в каких союзах с Россией. Он является, возьмем так, условно говоря, другом, одним из основных партнеров, а точнее сказать, основным партнером в данном регионе, но никак не союзником. Тем не менее, автор все-таки не посмел соврать, что 300 школ, хотя свыше 300 школ. И обратите внимание на его слова, всего в 300 школах. Всего. А сколько, опять-таки, на 10 миллионов, он забывает сказать, 300 школ, как минимум. И кстати, он забыл сказать, как раз-таки около 200-300 школ со смешанным образованием, то есть это те школы, которые разделены на русский и азербайджанский сектор. То есть около 600-700 школ. Если уж искажаете, то искажаете правдиво. В кавычках товарищ Исмаил Шабанов. Что же здесь еще есть? Дальше Исмаил Шабанов попытался поглумиться над теми проектами, которые были запущены последнее время между Азербайджаном и Россией, назвав их, мол, жалкими, назвав их проектами для отвода глаз и так далее. Меня интересует только один крайне важный факт. Работа по Каспию это жалкий договор, да? Разделение Каспии и так далее. Железная дорога, которая пошла в обход Армении, это тоже жалко, мелко. Не жалко, что она пошла в обход Армении. Приведу еще несколько на мой взгляд важных, основополагающих направлений развития Азербайджана российских отношений. Это то, что именно Россия предлагает Азербайджану начать участвовать в ОДКБ. Не мы туда рвемся. И кстати, нынешние друзья Исмаила Шабанова мешают даже в отношении того, чтобы Азербайджан стал просто скажем так гостем в ОДКБ. То же самое в Еврозесе. Почему то кстати данный вопрос Исмаил Шабанов не задал армянским оппонентам в данном интервью. Потому что оппонентами в общем-то Исмаил Шабанов и армянство не являются. Для информации имеется ввиду для Шабанова хочется сказать а как же в общем-то общее туристическое направляющее. это тоже мелочи. А как же интерес России в отношении того, чтобы поучаствовать скажем так в превращении Азербайджана в некий своеобразный мегахаб товаров из Востока и из Азии которые будут поступать в Европу. Россия хочет в этом участвовать и уже проявил неоднократно свой интерес. Тоже мелочи. Что-то слишком много мелочей. Согласитесь. Что же еще хотелось бы сказать дорогие друзья. Если отношения к России и к русским были бы столь негативными. Почему многие русские возвращаются в Азербайджан и это уже не секрет ни для кого. И не только русские кстати. Если здесь так тяжело национальным меньшинствам хотя я против этого понятия мы все азербайджанцы и русские и евреи и талыши и лесгины и мы все азербайджанцы. это своеобразный этнос. Это больше чем нация. Но видимо данному автору это не понять. В кавычках автору. Последний момент который меня заинтересовал это когда разговор представителя армянства и Исмаила Шабанова коснулся как вы думаете чего разговор зашел о вбоне да той самой азербайджанской организации вроде бы уже все даже маломальские отголоски скандала вокруг вбона утихли все успокоилось но знаете видимо вбон крайне сильно скажем так начал в свое время беспокоить армян и беспокоит видимо по сей момент армяне очень боятся создания новых вбонов по всему миру хотя чему армянство удивляется напомнить что у армян был ли организации похлеще чем вбон например немезис дашнаки тоже скажем так старались не уступать по количеству терактов заказных убийств продажи наркотиков не так ли но об этом опять-таки тишина и кстати представительство дашнаков все еще есть в России то есть в общем-то представительство торговли армянскими наркотиками все еще есть в России почему об этом никто не говорит о том что дашнаки занимаются торговлей наркотиков занимались и занимаются цена вряд ли они это это направление остановили об этом у меня был уже ролик кстати говорил об этом армянский политолог армянин где он четко заявил что дашнаки теснейшим образом связаны с криминалом впрочем чему удивляться дашнаки изначально были связаны с криминалом достаточно вспомнить за что был осужден еще в царской России такой сторонник дашнаков как НЖД я не призываю сейчас азербайджанцев немедленно заниматься некой структурой карательной структурой хотя данная организация должна возникнуть по всему миру личности которые имели отношение к убийству ходжалинцев где бы они бы не жили должны быть наказаны даже если их не выдадут Азербайджану это мое мнение на этом все дорогие друзья я пожалуй заканчиваю данное видео не забывайте проверить подписку те кто из вас не подписались подпишитесь на канал мне это будет крайне приятно поставьте под видео лайк либо дизлайк здесь я уже не настаиваю напишите комментарий что вы думаете о данных моих заявлениях делитесь видео нажимайте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео сегодня я постараюсь сделать еще некоторые видео на данном канале а также я хочу сообщить для тех кто подписан на меня в одноклассниках в фейсбуке и на другом моем канале что я постараюсь провести хотя бы короткие прямые эфиры так как на данном канале я уже поздравил всех с новым годом я собираюсь то же самое сделать и для тех подписчиков то же хотя впрочем я загрузил то видео где поздравлял но подумаю посмотрим может быть сделаю просто прямые эфиры все дорогие друзья теперь уже точно все всем до свидания всем пока всегда ваш Сиидов Кямран до свидания сиидов Кямран